Доброго дня, земляне! Следующим шагом познания древнейших секретов я планировал начать с куполов и шпилей, расположенных на различных древних сооружениях. Все, что вы видите, это не дань моде и какие-либо стили строений различных эпох. Это все технологические сооружения направлены только на то, чтобы получить максимальный результат. Древнейшие цивилизации в совершенстве владели возможностями беспроводной энергетики и использовали ее в весьма разнообразных целях. На одной из самых наиглавнейших направлений использования было восстановление энергетической защиты и очищение живых организмов, а также накачки ее до такой степени, чтобы избранные могли влиять на окружающее пространство, распространяя благоденствие и гармонию на нашей планете. Но прошлые катастрофы сильно повредили техническое состояние и опустили сознание выживших до животного уровня. Очищение души и тела, которое регулярно проводилось ранее, прекратилось. Человечество стало в остервенение пожирать друг друга, захватив и уничтожив остатки миролюбивой цивилизации. Планетарные мародеры стали присваивать себе чужие достижения. Заодно планомерно уничтожая свидетельства существования прошлых цивилизаций и их доминирования на земном шаре. Хотя в большинстве сами не понимали, как это все можно использовать, сотни лет назад преступное сообщество стало переписывать историю, чтобы скрыть следы порабощения и собственных преступлений. Я в прошлом выпуске про древнюю энергетику говорил, что многие альтернативщики, за которыми я внимательно слежу, безоговорочно доказали преднамеренное искажение прошлого и глобальные катастрофы, которые так щепетильно пытаются скрыть официальная власть придержащая и их преступные историки. Но не все было уничтожено, конечно. А многое чего из древнейшего мира было частично восстановлено и теперь активно используется. Правда, уже не во благо человечества, а скорее вопреки. Но злодеи не совсем поняли всех тонкостей мегалитических сооружений и используют их не в полной мере. Иначе еще лет сто назад человеческая раса могла прекратить свое существование. Тем не менее, сейчас энергетические сооружения в большинстве используются не как очищающие и восстанавливающие, а скорее как порабочающие сознание. Но пока не буду вдаваться в подробности по этой проблеме, а покажу некоторые начальные элементы. Я решил, что все-таки требуется некое предварительное описание дальнейшего направления развития. Поэтому будет практически начальный показ особенности окружающей энергии. Конечно, это будет, наконец, продолжение моего первого ролика по тайнам статического электричества, который я выпустил ровно год назад. Условно, статика или атмосферное электричество. Это некая субстанция, не имеющая веса и физической плотности. Я уже говорил в прошлом ролике, что она многообразна. Это энергия в чистом виде, легко переходящая из одного состояния в другое при строго определенных условиях. И именно эти условия во всех подробностях были известны древнейшим цивилизациям. Именно на их законах взаимодействия строились техногенные сооружения, которые совершенно неправильно трактуют традиционные физики, да и те же альтернативщики. Многим из них я поломаю мозг и, конечно, вызову целую бурю негодования. Но все их трактовки возможного использования древнейших устройств и артефактов не стоят выеденного яйца. И все, что они могут предъявить, это метод научного в кавычках тыка. Подолью масло в огоне, скажу тут факт, что беспроводная или статическая или атмосферная энергия, это не есть некие частицы вещества, там фотоны, протоны, электроны и тем более не некие торсионные поля, и тем более не некие волны, поперечные, продольные. Это все мимо. И в последующих выпусках я постараюсь все это доказать. А пока можете помандражировать. Перехожу к демонстрации. Покажу конструкцию, чем я проводил замеры. Это вот новый смиритель. Это вы в прошлом видели, еще год назад. Два индикатора, которые встречно направлены друг к другу. Здесь минус, здесь плюс. Здесь куча неонок. Но лучше всего оказалось, что три неонки подходят. Поэтому я тут уже выбрал именно три. и две встречных по 12 вольт. Опять же минус плюс. Взял вот такую коробку от Panasonic. Сами знаете, наверное, откуда. Для того, чтобы можно было даже при ярком достаточно свете, чтобы вот так вот прикрыть и можно было наблюдать, как они там моргают. Потому что, естественно, при большом освещении их практически не видно. То есть, все надо делать в темноте. И вот показ у меня будет, опять же, в полутемном состоянии. Чтобы было лучше видно, как, что показывает. Ну, оборудование у меня не очень хорошее. Поэтому качество соответствующее. Какое есть. вот такая конструкция. То есть, еще раз напоминаю, минус, ну, без разницы, или плюс, или минус, идет через три неонки. Это где-то 150-200 вольт здесь пробивное. Неонки, они именно включаются тогда, загораются, когда их пробивает какое-то напряжение. Так как они где-то на 50-60 вольт каждое, то где-то 150-200 вольт пробивного здесь выходит. Для чего это нужно, напомню, это работает как триггер. Если просто использовать сами светодиодные ленты, то они будут уже съедать сразу, ну, самое минимальное, даже микроамперы. Я это показывал в предыдущем видео годовалой давности. Что даже микроамперы, они уже что-то, может даже почти не светить, но они потребляют. То есть, малейшее что-то на них приходит, и они уже все на себе поглощают. Поэтому, чтобы хоть как-то накопить какую-то энергию статическую вокруг, вот своеобразный триггер, который пробивается, и они уже, соответственно, светодиоды уже промаргиваются, так как, чтобы было достаточно заметно. Так что, вот предыдущая модель, вот новая модель. И еще, что желательно, вот брать такую ленту, где 57-30 светодиоды, не берите вот эти 35-ые старые, старых образцов. И вот с этих лент, то что троечки нарезать, по 12 вольт которые, имейте ввиду, что желательно предварительно их протестировать. То есть, взять ленту, например, там 2-3 метра, сколько у вас есть, или 5, подать минимальное напряжение, чтобы они еле-еле светились, и смотреть по этим троечкам, чтобы светодиоды горели равномерно. Потому что они в большинстве своем, вот по тройкам даже, горят неравномерно. И при разных уровнях напряжения, они то ярче, то тусклее горят, как относительно друг друга. Желательно подбирать, вот я подобрал, например, вот сюда, и вот у меня еще парочка, которые более-менее равномерно светят, при любом напряжении, подаче любого тока, точнее. Вот старайтесь. Вот из этого всего я выбрал всего вот две пары. Одна пара сюда пошла, другая вот в резерве. Тоже буду делать еще один индикатор. Это для тех, информация для тех, кто пожелает последовать моему примеру, и вот провести всякие разные опыты со статическим электричеством. Там довольно интересно и увлекательно. Сегодня демонстрация, источник энергии древних, которые находятся буквально под ногами. Что сейчас у нас тут есть? Здесь лист фольги. Лист фольги подсоединен к этому индикатору, к новому. Второй конец. Идет провод, и сверху, больше чем на 2 метра высотой, тоже такой же лист фольги. Второй индикатор подключен опять к верхней фольге и, как видите, ко мне. То есть второй индикатор соединен со мной. Я представляю из себя сегодня столб. Если я просто по фольге похожу, конечно, ничего не будет. Ну вот, если мы положим сюда что-нибудь... Как видите, появилась какая-то энергия. Нечто подобное я уже вам показывал. Но с одним индикатором. Так что тот, который ближе, это прикреплен ко мне. Второй прикреплен к верхней фольге. Ну, я сделаю немножко по-другому. Я положу вот этот лист. Пеналуретаном. И на него сюда вверх. Чтобы не проваливаться. Ну и для большего эффекта. А теперь вот смотрим, что у нас происходит. Когда я двигаюсь по этой поверхности, происходит плюс-минус проявление энергии. Причем, смотрите, вот я посередине. вот с этой стороны у нас плюс, вот с этой стороны минус. И вот видите, тут вот минус, опять минус, плюс, посередине, минус, минус, посередине плюс. это вот по этому индикатору. Который закреплен к фольге одной и второй. Я же показываю все наоборот. Вот этот индикатор показывает наоборот. То же самое и так. плюс. плюс. То есть вы видите, довольно сильный источник получается. Светодиоды довольно ярко горят, как в эту, так и в эту сторону. А всего-навсего я закреплен одним концом к светодиоду. Теперь берем, например, вот этот материал и показываю. То есть я стою, теперь это является источником. Но посмотрите, какая его длина, такой размер. Фактически точно такой же размер и вот этот, но поменялась форма, появились углы и у нас практически нету. Оно чуть-чуть подсвечивает, но очень мало, фактически, наверное, и не видно. То же самое и так можем показать. Тоже слабо, оно горит, но довольно слабо. Вот так тоже все горит. Не знаю, наверное, слабо вам видно. Но я как затенял, как мог в эту сторону. Изменений особых тут не будет. То есть вы видите, что я как накопитель энергии, то есть кожа, она вроде как изолятор и накапливает энергию. А так как я прикреплен к доземлению, то к браслету соответственно на светодиоды поступает энергия, на разряд. Даже если я отойду в сторону, все равно будет реакция. И, конечно, в зависимости от того, насколько накопилась тут энергия, соответственно, будет и показывать индикацию. Волосы деба встают. Так, это вот вы все увидели. Ну, естественно, думаете, что вот сверху фольга, снизу фольга, снизу фольга, я между нее, и как-то это все накапливается и разряжается в виде результата на светодиодах. А теперь вот что. Я отсоединяю верхнюю часть. Вот, отсоединил. Что-нибудь изменилось? Абсолютно ничего. Все как было, так и осталось. Вот, я подключен. И все тоже самое. Хотя провод никуда не подключен. Вот он просто лежит на полу. А результат, как видите, тот же. Думайте, решайте. Вам этого никто не покажет. В этой практической демонстрации, которую могут повторить абсолютно все, я показал, насколько доступна и естественно статическая энергия. Даже в стесненных пределах комнаты, без особых условий, я смог очень легко добиться яркого эффекта. Если бы создать соответствующие условия, то энергия была бы значительно мощнее. А теперь представьте, подобные, но не на одном квадратном метре, а на сотнях, да еще в несколько ярусов. Получив такую энергетическую напряженность окружающей среды и раскачав ее в динамике, то есть в вихрями, мы получим аналогию с тем, что создает мой энергетический посох. А как я вам уже показывал, в провокационном видео с энергосберегающими лампами и поведал некие секретные данные по отчитке, да привел много примеров по восстановлению здоровья и энергетической защиты человека. При помощи посоха я провожу прямую аналогию технологии воздействия на живые организмы, существующие в древних храмах, с воздействием моего посоха. Конечно, существует различный подход к получению подобной энергии, но результат аналогичен. И естественно, есть некоторая разница режимов воздействия. И о них, а также о методе получения самой энергии, я расскажу в последующих выпусках. Для чего нужны купола и шпили, для чего нужны своды и замысловатые узоры на потолках и стенах, для чего везде и всюду присутствуют колонны и как это все связано друг с другом, для чего нужны витражи и ротонды, а также многое атрибутика у священников. Я раскрою все тайны. До скорой встречи!